Всем добрый день! С вами канал для тех кому за и с вами как и прежде Галина. Прошел определенный промежуток времени и у меня страшно появилось желание показать вам, а какая рассада у меня выросла. Сегодня я не хочу говорить ни о каких рекомендациях, ни о каких семенах, ни о каких, я не знаю, способах выращивания той или иной рассады, то ли это цветы, то ли это овощные культуры. Я просто хочу показать, а что на сегодня, то есть на конец марта у меня выросло. Сразу хочу оговориться про цветочные культуры, что некоторые из них мне пришлось заново сеять семена, поскольку часть из них совершенно не взошла, а часть из них как бы так почти погибла в процессе роста. причину того, что она погибла, я установить даже не смогла. Итак, начну с овощных культур, что у меня на сегодня выросло, и покажу соответственно. Начну с томатов. Я здесь принесла несколько коробочек. Сами понимаете, на стол я выставила не все, что у меня есть. В основном, у меня все это стоит на лоджии, то есть есть определенные стеллажи, есть подоконник на лоджии, и столики сервировочные, да, сервировочные столики, на которых я и выставляю, как бы там очень тепло, и солнышко, и выставляю свою рассаду. Кстати, сегодня замечательный солнечный день. Вы знаете, у нас несколько дней шел снег, значит, и сейчас он еще на улице лежит. Такое ощущение, как будто вернулась зима к нам, после небольшой весны. Ну, так ладно, я отвлеклась. Значит, что касается томатов, значит, как я уже говорила, что рассаду томатов я высаживаю в коробочке. У меня все в коробочках растет. Значит, в коробочке из-под сока, из-под молока, то есть я половинку вырезаю этого пакета, те, которые фольгированные, и сажаю туда рассаду. Значит, вот несколько вариантов рассады, но это еще о сортности томатов я хочу показать. Значит, вот один из сортов томата. Видите, он не очень-то большой, хотя, в принципе, уже больше для марта. А, что хочу сказать, что перед тем, как посадить на рассаду уже, ну, как бы в коробочку отдельно кустик, значит, я на дно этой коробочки, почти на дно земля, потом идут несколько зернышек двойного суперфосфата. Буквально 3-4 зернышка двойного суперфосфата. Это для развития и формирования, ну, и, соответственно, как удобрение используется для развития корней и удобрения почвы. Вот другой томат, который немножечко повыше. Вот надо, кстати, вот если видно, земли надо подсыпать. То есть, не сразу я когда высаживаю, сажаю, высыплю землю до самого верха. То есть, придется досыпать в этой коробочке. То есть, вот два вида томатов. Видите, они по размеру совершенно разные. Есть еще третий, это из серии высокорослых, которые я сажала. Если сравнить с самым маленьким, то это выглядит вот так. Видите, значительная разница в формировании стебля. Но это высокорослые томаты, они, соответственно, и выше должны быть. Есть совсем маленькие томаты. Это которые я буквально, вот, наверное, неделю назад только распекировала. Это выглядит вот так. Но если с самым большим сравнить, то это значительная разница. Это что касается томатов. Значит, баклажаны. Вот я взяла один из примеров баклажанов. Тоже землю надо туда подсыпать. В общем-то, рассада неплохая. Листики зеленые, никаких заболеваний, ничего не наблюдается. Про землю, которую я наполняю вот эти коробочки все свои, в которых растут у меня рассады и в которую я высеваю семена, я уже как-то говорила, что это обычный покупной грунт с добавлением доломитовой муки. А содержание микроэлементов уже в грунте, в смысле удобрения, все есть. Значит, это вот баклажан. Значит, что хочу сказать про перец. Так вот, одна из разновидностей перца. Перец разный. Вот я не принесла сюда. То есть, я сажала еще горький перец. Он значительно больше, чем вот этот красный. Так, это вот тоже где-то неделю назад я распекировала. То есть, время пекировки у меня совершенно разное в зависимости от того, как подрастает рассада, как она формируется. Поэтому, соответственно, и размеры в этих баночках тоже разные. Так, еще перец. Значит, вот у меня здесь целая коробочка. Ну, сейчас вот еще один. То есть, если этот я сажала, видите, какой объем земли здесь достаточно большой. Здесь перец, я больше чем уверена, я каждый год сажаю, будет формироваться большой кустик. В этом году, ну, у меня коробочек не столь много, поэтому купила обычные пластиковые стакайчики. Многие это уже давно практикуют. Ну, вот, решила попробовать. Обычно я в них сажала только рассаду цветов. А в этом году решила вот перец и томаты в обычных пластиковых стаканчиках. Вот видите, это я распекировала дня три назад. Вот такой был, такая была рассада. И причем этот перец посажен был гораздо позже, чем вот предыдущий. Ну, не знаю, понаблюдаю за ним, уютно ли будет этому растению вот в этом небольшом объеме грунта. То есть, они стоят у меня, сейчас покажу, в обычных пластиковых таких поддончиках. Вот видите, вот несколько штучек перца стоит вот в таких поддончиках. Это не только перец у меня, у меня такая рассада цветов растет, распекированная, и томаты, и баклажаны. То есть, вот в таких поддончиках. Это очень удобно и компактно, надо сказать, поливать удобно. Так, еще что с... А, про овощи. Значит, и что я хотела показать. Я не специалист по выращиванию лука. Лука из семян. Я никогда не пробовала на головку лук выращивать. В этом году тоже не рискнула. Просто купила обычные маленькие лук-сивок, и которые буду сажать в землю. Но вот другой лук, лук-пыри, который мне нравится, который я выращиваю, значит, выглядит он у меня вот таким образом. Вот сейчас вот такая травка. Я уже один раз подстригала. Вы знаете, в том году, посмотрев на то, как люди выращивают этот лук, что они занимаются его стрижкой. Я никогда не стригла. Попробовала подстричь, и у меня почему-то, не знаю, может быть, это инфекция какая-то. Лук, ну, процентов 70, он пожелтел, и, ну, одним словом, погиб. В этом году я опять рискнула. И, поскольку, как и прежде, все утверждают, что эта процедура необходимая, я его тоже подстригла. Но, вы видите, вроде неплохой результат. Даже вот он уже высокий. Можно, наверное, еще стричь. Ну, специалисты по выращиванию лука говорят, когда он отрастает, чтобы не падал, его можно подстричь. Ну, в принципе, как семена, неплохой. Я подсыпала корешочки еще землей. То есть, они достаточно там такие крепенькие формируются. Ну, вот что касается лука. Значит, еще, значит, что я хочу сказать. Еще у меня растет корневой сельдерей. Сразу оговорюсь, я его сажала два раза. Первый раз семена совершенно не взошли. Грунт один и тот же. Естественно, сроки посадки просто оказались разные. И тот, который сейчас покажу, он посажен гораздо позже. Значит, ну, в принципе, всходы неплохие. Я его еще не пикировала. Ну, это поздняя посадка сельдерей. У кого-то, наверное, он крупнее. Это вот корневой сельдерей. Тот, который формирует большой, надеюсь, большой будет корень. Ну, я так думаю, я его прорежу. То есть, он не весь мне нужен в таком количестве. Загущение заметное здесь. И попробую его на этой неделе распекировать. Так, это вот все, что... А, ну, пластиковые стаканчики. Это обычные пластиковые стаканчики. Обычно шилом делаю отверстие в дне и устанавливаю в коробочке. Это все, что касается овощей. Ну, естественно, у меня их гораздо больше хотела посчитать и сказать вам, сколько, чего я в этом году высадила для рассада. Но что-то вот как-то сбилось со счета. По всей видимости, опять, наверное, много. Придется делиться с соседями. Ну, я об этом не жалею. Так, и теперь, что касается рассады цветочных культур. Значит, сразу покажу большой контейнер, который у меня стоит. Это я бархатцы здесь распекировала, ну, наверное, дня три назад. То есть, у меня есть еще, что, чтобы пикировать. То есть, как-то я их рассадила, посеяла их оказалось очень много. Вот в эту коробочку, вот видите, это, значит, у меня бархатцы. Они здесь вроде неплохо растут. И, в принципе, я довольна этим. Что касается еще одних цветочков, которые я посадила, это статица. Вот как раз, что касается статицы. Повторно я посеяла, и уже гораздо позже. Я тот раз показывала, что они взошли прекрасно. А потом почему-то начали гибнуть. Не знаю. То ли это переувлажнение, то ли это инфекция какая-то, то ли еще что. То есть, причина мне не была ясна. Я посеяла вторично. И вот результат этого схода статицы. Это вторично уже. Вот. Но еще не пикировала. Хотя уже есть листочки, и можно распикировать. Этим я тоже займусь буквально вот, если успею, на этой неделе. Так. Еще посадила, но тоже не распикировала. Это циния. То есть, вот циния. Вы понимаете, здесь еще вот такие листочки. Мне очень нравятся эти цветочки. Многие, наверное, выращивают их. Разнообразие окрасок очень красивое. Ну, вот это вот в таком виде у меня, как всегда, в коробочке. Так. Значит, что я еще посадила. Так. Еще посеяла. Еще не все взошли. Даже семена. Сейчас покажу. Это однолетний флокс. Ну, это очень красивые, невысокие, скажем так, цветы. Но мне не нравится тоже по разнообразию окрасок. Значит, вот так они выглядят. Это совершенно... Ну, вот они только-только появились. Вот видите, в коробочке. Многие еще даже не взошли. Посеяла я их совершенно недавно, наверное, где-то дней 5 назад. Да, 5-7 дней назад. И вот только результат всхода. Хотя сейчас достаточно тепло для того, чтобы побыстрее были всходы. Так. Еще у меня есть два вида гадеции. Вот гадеция райский сад. Вот видите, вот если так видно, значит, это всходы. Знаете, такие крупненькие листочки, поскольку я сейчас другую гадецию покажу, там совершенно иначе. Ну, тоже еще только первые листочки, вот вторые начинаю. То есть никакой пикировки я еще не делала. Так. И вот другая гадеция. Значит, она более мелкая. Вот видите, видно. Да. И, то есть, ну, не знаю. Наверное, это такой сорт. Так. Это что касается гадеции. Так. Теперь я хотела показать вам. Вот, кстати, тоже. Значит, лобылия. Каскад у меня здесь. Я как-то показывала, что лобылия взошла у меня прекрасно. Есть у меня коробочки, где лобылия больше. Эта лобылия неравномерно взошла, но получилось так, что в одном месте у меня прям буквально загущение, а в другом месте, где был другой сорт, она совершенно не взошла. Все-таки я грешу на семена и семена поставщиков. Они совершенно разные. Значит, вот как выглядит эта лобылия. Это вторичная посадка лобылии, поздняя посадка. Но для лобылии это не страшно. То есть, я, естественно, пинцетом каждое вот это растение вынимать не буду и пикировать. Его я просто беру небольшой ложечкой и по несколько, вот прям кучечку, которая там образуется, и буду пикировать. Для лобылии это не страшно, но все равно кустиком растет. Так, и еще, что я вам хотела показать, а еще, значит, тоже в контейнере, это моя серебристая травка. Правильное название. Я тут распуталась, говорила. Так, ну, она вот, я часть ее распикировала. И вы знаете, уже видно вот эти на ножках серебристый такой оттенок. Ну, здесь у меня три бархотки вместе с этой травкой. Ну, вот так это выглядит. Так, правильное название ее. Цинерария. Серебряная. Ну, это вот так вот выглядит эта травка. Она очень красивая, разнообразная. Если посадить разный раскрас цветочков с этой травкой, то будет очень красиво. Она, да, буквально поздней осени, даже под снег уходит уже еще красивая, еще серебристая. То есть я ее просто из земли выдергиваю, поскольку снег уже падает. Ну, вот. Сегодня... А, еще про... забыла. Про овощные культуры. Как-то с того года у меня сохранился один из кабачков. Когда я его разрезала, я увидела, что семена там прорастают. Ну, такое бывает, огородники знают. И прям, знаете, зелень и корешок образовался. И я рискнула это зернышко посадить. Одно из зернышек. И вот результат у меня. Это тот кабачок прошлого днева года, который я добыла. Буквально семечко из кабачка. И вот он растет вот таком. Ну, это... вы понимаете, что в землю высаживать, конечно, я его не буду. Просто у меня как... наблюдаю за ним. А что с ним будет дальше? А вдруг вырастет, да? А вдруг будет удачное тепло. Ну, так вот. Значит, сегодня я вам все показала. Рассказала, что у меня растет. Конечно, вы понимаете, что это только, ну, я не знаю, процентов 10, наверное, той моей рассады, которую у меня есть. Но мне очень хотелось поделиться с тем, что у меня выросло. Какое выросло. Какая работа мне предстоит по дальнейшей пикировке растений и овощных культур. То есть, еще тоже не все томаты и перец я как бы распекировала. Часть рассады у меня, естественно, как у многих, стоит на подоконниках, что не совсем удобно. А в основном все это на лоджии. Итак, большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был канал для тех, кому за. И с вами, как и прежде, была Галина.